Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Потому что на самом деле, чтобы идти дальше, нам нужно решить те проблемы, возможно, то, что у нас не получалось в прошлом году. И если мы об этом не думаем, если мы не анализируем, если мы не принимаем какие-то новые решения, то, знаете, очень сложно ожидать, что что-то переменится. И вот поэтому хочу посмотреть на некоторые моменты, чтобы нам быть действительно честными с самими собой. Не всегда это удается, быть честными с самими собой. Но нам нужно быть честными с самими собой. Писание говорит, надо быть искренними. Потому что Бог с искренними поступает искренно, с лукавыми, по лукавству. Поэтому зачем нам быть нечестными, если мы ожидаем, чтобы все было хорошо в нашей жизни. И, конечно, мы можем посмотреть на нашу жизнь и разделить ее, может быть, на три такие части, потому что мы трехчастные, можно так сказать. Мы дух, душа и тело, правда? И вот чтобы просмотреть на себя, надо посмотреть на духовную жизнь, на душевную жизнь, на физическую жизнь. Да, как это у тебя было, что у тебя было в прошлом году, что действительно было, а чего не было, что ты приобрел, а что ты потерял. И, конечно, наша духовная жизнь, если мы духовные люди, мы духовные существа, мы новое творение, так говорит нам Писание, то это должно быть для нас, на самом деле, самым главным, самым приоритетным. Потому что если мы духовно слабые, Писание говорит, если дух слабый, то кто тебя поддержит, да? И если твой дух силен, то ты будешь сильным. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что наша центральная часть нашего естества это наш новый человек, это наш дух. Аллилуйя. И поэтому наши духовные дела, наши духовные вещи, которые, как мы жили духовно, мы еще затронем этот момент, да? То есть, как мы духовно провели прошлый год. Мы можем посмотреть на свою молитвенную жизнь, на жизнь в слове, жизнь в вере и так далее, и так далее. То, что касается нашей духовной составной. Как наша духовная составная была, да, в этом прошедшем году? Все ли тебе понравилось? Или наоборот, ты думаешь, о, я столько хотел сделать в этой духовной жизни, в этом духовном для себя начинании, но так ничего, к сожалению, не произошло. Поэтому нам нужно для себя делать такие пометки и смотреть, да, и анализировать, да, духовная жизнь, душевная жизнь, да? Потому что Писание нам говорит, что я желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает твоя душа. Аминь. Поэтому твоя душа – это твои эмоции, это твоя воля, это твой разум. Как она преуспевает, как она не преуспевает, что у тебя получается, да? Потому что многие люди, да, эмоционально они такие нестабильные, вот им то нравится, то не нравится, то хочется, то не хочется, то любится, то не любится, и так далее, и так далее. Но если твоя душа, она преуспевает, значит, ты будешь преуспевать, да? Как твой разум, он обновляется или он на прежнем уровне находится, да? Как вообще, как твоя воля, Она действительно, как написано, о воле его в законе, первый псалом. Действительно ли твоя воля там вместе с Богом? Или твоя воля, она вообще где-то гуляет постоянно, что-то придумывает, отлынивает? Где твоя воля находится? Ну и, конечно, там физическая твоя составная, материальная, это твое тело, это твое здоровье, это твои финансы, твоя работа и так далее, и так далее. Вот поэтому нам нужно смотреть на себя и смотреть на вот эти три сферы нашей жизни. Вот, потому что на самом деле самая, наверное, большая проблема у Бога со всеми нами, это наше желание меняться. Вот желание меняться, оно у некоторых просто буксует, это желание меняться. И иногда это называется выйти из зоны комфорта, из зоны комфорта, из зоны комфорта. Никто выходить не хочет обычно, да? Вот, поэтому когда у нас начинаются проблемы, начинаем думать, да, действительно, надо что-то поменять, надо что-то сделать, но пока петух не клюнет, да, мы не молимся, не крестимся, не движемся, поэтому зона комфорта, это означает место, где мы не хотим, что? Меняться, да, мы не хотим меняться. А если мы не меняемся, друзья, не меняется наша жизнь, ведь, как написано в Слове Божие, какие мысли такой человек. Поэтому если наше мышление не меняется, наша жизнь что? Не меняется. Если наша вера не меняется, что тогда? Наша жизнь тоже не меняется, правда? Потому что праведной своей верой жив будет. И поэтому мы должны быть честными, быть искренними, быть откровенными, хотя бы раз в году. Посмотреть, посмотреть, подумать, проанализировать и сделать какие-то выводы на самом деле. Я помню свою давнишнюю пропасть, я называлась там «Альпинисты, туристы и уклонисты», да? И на самом деле это тоже очень важно нам посмотреть, в какой сфере жизни я нахожусь альпинистом. То есть те, кто не слышал, я скажу в двух словах. Альпинисты – это люди веры, это люди, которые покоряют новые вершины, да? Они ставят новые цели, они преодолевают, они постоянно в движении, они в этом потоке, да? Туристы – это люди, которые достигли определенного уровня в своей жизни, и они остановились, да? Вот поднялся на какую-то горочку или пригорочек, думаешь, ну все, этого мне достаточно, больше мне не нужно. Это можно рассматривать, опять же, в трех сферах жизни – духовная, душевная и физическая, да? Вот в каждой сфере мы должны посмотреть, кто я вообще по определению. Я турист, я альпинист или еще есть одна стадия людей, это вообще уклонисты, да? Люди, которые всегда уклоняются, они всегда увиливают, они уходят, уходят, уходят. Но на самом деле, что потом происходит? Получается, что человек уклонился и пропустил самое главное в своей жизни, да? Или остановился на одном уровне, как турист, не пошел дальше в свое призвание, не исполнил, не раскрылся в полноте, да? Опять, он не выполнил, можно сказать, что? Волю Божью. И альпинисты – это тот призыв, который, верю, Бог дает нам, как в Откровении написано, что побеждающий наследует все. Аминь? Поэтому вот как в нашем, в нашей жизни, в нашем характере, да? Вот в нашем духовной жизни, душевной, физической, кто мы вообще по жизни? Мы альпинисты, мы туристы или мы уклонисты, да? Если мы не хотим смотреть правде в глаза, то у нас обычно ничего что и не меняется. И поэтому Писание нам говорит, нам в послании к ревеям, нам, например, написано, что будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим. Да, то есть мы можем опоздать. Мы любим, когда Бог нам приходит вовремя. Мы кричим, верещим, если Бог опаздывает нам с ответом, если нам не приходит то, что мы ожидаем. А Бог всегда говорит, ну, как у вас, ребята, с дисциплиной, да? Как вы опаздываете, приходите вовремя, да? Все у вас нормально в этой области сферы, в сфере жизни, да? В духовной, например, в душевной, физической, да? Где? Как мы? И поэтому Писание говорит, будем опасаться, чтобы мы не опоздали. Аминь? То есть мы будем стараться не пропустить что? Возможности. Бог дает людям возможности, правда? Он всем нам дает возможности. Но Он нас предупреждает, что всему свое время, и время всякой вещи, правильно? Всему свое время. Поэтому мы должны быть людьми, которые понимают время, которые не опаздывают, не игнорируют, да? Которые хотят меняться, которые хотят двигаться, которые не останавливаются. И поэтому дальше в послании Евреям написано, итак, постараемся войти в этот покой. Постараемся, да? То есть Писание нас всегда ободряет, что делать? Стараться. Стараться, да? Быть прилежными учениками, правда? Прилежные ученики, они что делают? Они стараются. И для того, чтобы стараться, для того, чтобы меняться, конечно, нужно признаваться самому себе. Где? Господи, вот где? Где? Я вижу вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Да, у меня есть мои слабые места. У меня есть здесь проблемы. Но вы знаете, в чем самая большая проблема? Что люди порой знают свои проблемы, но они их не меняют из года в год, из года в год. Почему нам нужно анализировать, чтобы сконцентрировать свои усилия, да, на наших что? Слабых местах, правда? Потому что если мы не сконцентрируемся, не изменимся в этих местах, в нашей жизни будет это вот хождение по граблям, граб, 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 да? И получается, что человек постоянно как бы получает, получает, получает удары, но ничего не меняет. И поэтому Бог хочет, чтобы мы были какими людьми? Мудрыми, правда? Мудрыми, чтобы мы смотрели так, как смотрит Бог, на жизнь, на ситуации, да? Чтобы мы относились к Богу так, как нужно относиться, к людям так, как нужно относиться, к служению так, как нужно, да? Все это должно быть в нашей жизни. И поэтому, если мы смотрим, если мы анализируем, то тогда мы меняемся. Ведь там написано, что мы должны идти от веры к вере, от славы в славу, правда? То есть наша жизнь должна бы стать все более верующей и все более славной, правда? Правда? И вы помните ситуацию, известная ситуация, когда ученики плыли, Иисус шел там по воде, да, ну такая, в общем-то, фантастическая картина, я бы сказал, фантастическая, да, и вот Иисус идет, идет, они все испугались, а Иисус им говорит, не просто они испугались, они, написано, вскричали от страха, там паника такая началась, там, наверное, стали думать, что там, как это, вскричали от страха, но Иисус, в случае, заговорил с ними, сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Сначала как бы напугать, а потом говорит, ободритесь, это я, не бойтесь, да, вот, но, смотрите, мы все эту ситуацию часто вспоминаем, но Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде, он же сказал, иди, так просто все, да, так все просто, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде, и вот идти по воде, друзья, на самом деле, это вот те вызовы, которые есть в нашей жизни, аминь. Это новые вызовы, да, это новое хождение в вере, это новое отношение с Богом, потому что, оставаясь в прежнем состоянии, да, в своей лодке, в чем-то привычном, мы не хотим порой выходить, да, из этой зоны комфорта, нам хочется оставаться там. Хотя мы хотим чудеса в своей жизни, правда? Мы хотим что-то новое, хотим какие-то новые откровения, новые благословения, но Иисус знал, что ученики должны выйти на новый уровень. И поэтому, как мы ожидаем этот Новый Год? В чем мы ожидаем новый уровень своей жизни в этом следующем году? И поэтому мы должны посмотреть, какие вызовы для нас ставит Новый Год. Может быть, мы смотрим на прошлый год, что мы те вызовы еще не выполнили, которые нам ставил Господь, те задачи, да, и в Новый Год мы тогда не сможем их изменить, если мы не изменимся сами. И поэтому Петр, который просто действительно принял, принял этот рискованный шаг, этот рискованный вызов, друзья. Но вот я, знаете, вот всю свою жизнь вспоминаю от начала своего хождения с Богом, я вижу, что Бог постоянно ставит какие-то для нас новые рискованные задачи. И нам нужно постоянно выходить из лодки, периодически. То есть мы, если долго засиживаемся, Господь говорит, ты уже туристом становишься, друг мой. Ты уже теряешь навыки альпиниста, а так смотри, дальше вообще уклонистом будешь, вообще никуда не выйдешь. И поэтому из самого начала нашей христианской жизни вместе с женой, я помню эти вызовы, когда нам нужно было, когда мне нужно было еще, я работал там в одном месте, работал в оркестре. Бог говорит, иди работай грузчиком. Это же вообще удар по голове, можно сказать, да? И на самом деле, на самом деле я вижу многие люди, почему они не раскрываются, не идут дальше, а не останавливаются в зоне комфорта. Потому что вызов, да, который дает нам Бог, нам страшно. Нам страшно. Господи, как же я выйду, как же я пойду по воде? То есть я буду делать что-то совершенно новое, что я никогда в своей жизни не делал. И поэтому из 12 учеников только один дерзнул выйти, только один согласился, только один пошел. Аминь. И поэтому мы тоже должны понимать, что да, Новый год, да, что-то новое, какие-то новые будут вызовы, да? Или они могут быть старые, потому что они еще тогда не исполнились. Но нам тоже нужно не прозевать вот эту точку невозврата. И поэтому Писание говорит, ты не думай, что это будет каждый год повторяться, чтобы поезд этих вызовов не ушел куда-то, да, не уехал, чтобы мы не прилипли к своим, так сказать, зонам комфорта. Потому что именно каких людей ищет Господь, друзья? Те, которые будут сидеть? Или те, которые пойдут за Ним? Какие люди будут менять мир? Те, которые сидят, или те, которые пойдут? Никогда сидящие люди не изменят мир. Поэтому Он говорит, идите и проповедуйте, да? Идите и делайте то, идите и научите все народы. Слава Богу, да? То есть Бог, Он ищет людей, которые смогут что? Оторваться, оторваться от того, что их держит, что их удерживает и что им не дает пойти дальше в новые сферы, новые вершины, да, новые уровни, новые помазания, новые откровения и так далее, и так далее. Потому что зачем, сказал Иисус, Я творю все новое. Аминь. И поэтому, какие у нас ожидания Нового года? Что мы ожидаем от Нового года? Что мы хотим в этом Новом году? Хотим ли мы действительно пойти дальше? Пойти за пределы обычного и войти в сверхъестественное? И жить этой новой, сверхъестественной жизнью? Можно остаться, да, и не пойти. И кажется, как бы-то эта уверенность у тебя есть. Мы всегда здесь сидели, мы всегда здесь ходили, мы всегда вот это делали. Как это я могу оставить, например, свою профессию, да, и пойти вообще в такую профессию, которая вообще не соответствует моему интеллекту, моему уровню, да, моему вообще представлению о жизни? Я что, грузчиком мечтал быть, что ли? Я вот об этом мечтал быть. Но вы знаете, чтобы дойти до своей мечты, очень часто Бог говорит, чтобы подняться на следующую гору, нужно спуститься с горы вниз, нужно спуститься в долину. Мы не можем перепрыгивать с вершины на вершину. Чтобы подняться на следующую вершину, нужно спуститься с одной и подниматься на следующую. И это всегда, это будет процесс идти, да? И поэтому Писание нам ободряет идти от веры к вере, аминь. От славы тогда в славу мы идем. Поэтому многие люди, они вообще не могут двинуться, потому что они боятся. Они боятся, они боятся. Но что такое страх? Страх – это противоположность веры, аминь. Когда мы боимся, тогда мы не хотим послушаться Богу. Когда мы боимся, мы не хотим двигаться дальше. Вот поэтому то, что сделал Петр, он действительно показал вот этот пример. Пример для всех нас, для людей веры, аминь. Поэтому, друг мой, я хочу просто, чтобы ты вспомнил, что тебе Бог говорил, что тебе Бог говорил. Не отказался ли ты, да, пойти по слову? Не отказался ли ты, чтобы остаться в том положении, в котором ты был? Но вы знаете, однажды даже, когда Иисус просто собирал всю свою команду, Он приходил и говорил просто одно слово. Следуй за мной. То есть, иди за мной, иди за мной, иди за мной, иди за мной. И они пошли. Ты знаешь, я верю, что всю нашу жизнь мы должны слышать голос нашего Господа, который говорит, иди за мной, иди за мной, иди за мной. Понимаешь, он говорит, овцы мои, они слышат, они слушают мой голос. Чтобы идти именно за этим голосом, говорит, за чужим они не пойдут. Потому что чужие голоса могут тебя успокаивать, говорит, не надо тебе ничего, вот, все как было, так пусть и есть, и остается. Но ты должен знать, ты должен знать свое призвание, аминь. Ты должен знать, куда тебе идти. Вы знаете, многие-многие герои веры, просто у нас всегда мало времени, это можно на неделю рассказывать, но просто хочу вспомнить несколько героев веры, тот же Ной. Помните, написано, что веры Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Никто не знал, никто не видел. Знаете, это вот люди веры, это люди риска, это люди всегда смелые, поэтому Бог говорит, я не дал вам духа страха, аминь. Потому что когда ты чего-то никогда не делал, когда ты чего-то никогда не видел, когда чего-то у тебя нет опыта, тебе не на что опереться, понимаешь, и Бог говорит, давай вот что-то делай, давай вот иди, давай служи, давай вот так вот поступай. многие люди боятся, понимаете, они боятся и если бы Ной испугался, например ну просто представим, вот Ной испугался говорит, а что я буду делать, я никогда не делал ковчегов никогда не было потопов, никогда не было наводнений может вообще мне это все привиделось может мне это вообще показалось, да а чужие голосы говорят, тебе показалось, тебе привиделось зачем тебе это надо делать, смотри, как все люди живут никто ничего не строит, ты что с ума сошел что-то будешь делать, да но в том то есть разница друзья людей веры что они слышат голос божий они принимают этот вызов и они начинают делать что-то совершенно новое но если бы он не послушался если был не услышался был не согласился он бы погиб со всеми людьми которые там были правда поэтому знаешь вера она говорит тебе с одной стороны страшно с другой стороны безопасность аминь это кажется что страшно но идя за богом богат я не оставлю тебя я не покину тебя да он если даже буду идти долиной смертной тени не убоюсь зла потому что твой жезл и твой посох успокаивает меня аллилуйя поэтому конечно конечно все эти люди все эти люди которых мы читаем в библии да это были люди веры мы говорим да они приняли этот вызов они послушались они пошли совершенно новое написано верой авраам повиновался призванию идти страну который мил получить наследие и пошел не зная куда идет почему он туда пошел и потому что бог ему сказал потому что он услышал поверил и послушался аминь поэтому друзья мы говорили да много говорили будем говорить о правильном мышлении правильной вере потому что неправильная вера неправильное мышление неправильное мышление неправильная жизнь аминь неправильная жизнь она никогда тебе не придет правильным целям понимаешь потому что ты идешь по другой дороге а нам нужно идти по божьей дороге почему господь всегда говорю вот и видишь дорогу вот тебе цель но не уклоняйся от нее не направо не налево и ты будешь успешен аминь не уклоняйся но продолжай двигаться продолжай служить вообще интересно 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 вернуться как бы к времени учебы вот давайте вспомним когда вы учились может кто-то еще учится почему я говорю об учебе потому что иисус сказал что мы ученики иисуса христа правда ученики мы или не ученики вот ученик он чем отличается что ученику задают домашнее задание вы знаете в чем всегда была проблема до наступал урок и там учитель открывал журнал я помню и смотрел и те кто домашнее задание не делали хоть бы не меня хоть бы не меня там хоть бы не меня вызвали хоть бы не меня хоть бы не меня меня не вызвали слава богу меня не вызвали да а тот кто сделал домашнее наоборот поднимает руку почему потому что он знает и он готов отвечать знаете то же самое с нами происходит вот мы слышим слово божье там бог нам говорит что-то богат не будьте слушателями забывчими будьте исполнителями слова да и он дает нам домашнее задание что мы должны сделать дома как мы должны это слово применить своей жизни если мы это слово не применяем да то есть мы не выполняем домашнее задание получается мы не переходим в следующий класс и мы сидим годами в каких-то проблемах они у нас не меняются почему потому что домашнее задание мы не выполняем и писание потом говорит что многим из вас уже надлежало быть учителями а вам нужно давать что снова начатки веры самые азы самые азы и я думаю что всегда на самом деле не интересно было вам на каких-то уроках когда вы не понимали тему да вот например у вас был любимый предмет география на просто скажу и вы любили географию там все читали вы знали там мод все такие страны интересно все вы приходите на географию вас там это все вдохновляет потому что еще что-то интересное но вы не любили например химию важно не любили вы химию органически не переваривали органическую химию вот и там такая тоска там воняет какими-то химикатами препаратами как это все такое вот неинтересно как это скучно какие-то формулы все это а тот кто любит химию они вообще ждут они экспериментировали даже дома там что-то может быть взорвали испортили но тем не менее они в процессе им нравится и поэтому господь нам говорит друзья нам 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 нужно полюбить полюбить то что любит бог правда полюбить то что он хочет чтобы мы это полюбили потому что когда мы не любим да то что любит бог нам скучно нам не интересно мы такие вот отстающие мы такие двоечники и мы не переходим в следующий класс описание говорит мне вам нельзя быть постоянно младенцами друзья ну сколько вы уже сидите в этой проблеме лет 1 2 3 представляете если бы так мы в школе учились кто-то еще школу закончила а кто-то еще сидит в первом классе за помню помню мы вместе приходили помню вот да ты там же сидишь да все так же все так же дальше от нее не 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 почему не охота ничего так бы сижу нормально здесь в первом классе правда уже все переросли уже все ушли поэтому друзьям не надо нам быть такими людьми правда конечно у нас у всех есть ошибки и мы все совершаем ошибки мы все несовершенные люди это все нормально но главное друзья признавать свои ошибки и исправлять свои ошибки аминь если мы их не признаем это не 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 меня это не касается меня это тоже это это не ничего не касается то мы их никогда не исправим если мы не исправим мы не пойдем дальше мы так и останемся сидеть в одном классе много-много-много лет и это не интересно на самом деле сидеть в одном классе правда гораздо интереснее развиваться учиться идти во что-то новое поэтому просто господь нам всегда напоминает новый год что ты думаешь как вот ты готовишься что ты думаешь какие у тебя мечты какие у тебя надежды какие у тебе планы да на вот этот новый год что 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 ты видишь в этом новом году если ты ничего не видишь я полная безнадежность да у тебя тогда уныние у тебя разочарование у тебя ничего доброго тогда не произойдет почему потому что они написано они стремились к лучшему то есть к небесному стремимся ли мы до видим ли мы куда нам надо стремиться Видим ли мы эти цели, эти задачи? И поэтому Господь-то нам сказал, что вы все верующие, родились в семье, да, как в семье родились, но как мы растем, как мы развиваемся, да, куда мы движемся в этой семье? Это уже большая разница, кто куда идет и кто как развивается. И поэтому написано нам, чтобы мы смотрели на Иисуса Христа. А вот я хочу прочитать один из переводов этого послания к евреям, 12 глава. Написано, что все эти великие люди, да, герои веры, являются для нас примером того, что означает истинная вера, ибо подобно им, с терпением и упорством мы преодолеваем дистанцию, избавившись от всего, что замедляет наш бег, и также от греха, который сбивает нас с ног. И так нас огружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, который легко запутывает нас в своей сети. Будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Аллилуйя! Видите, тут целое движение, не просто даже идти, а бежать, двигаться, аминь. Двигаться, двигаться, двигаться. Вот о чем нам говорит Господь. Как мы дальше будем двигаться? Куда мы двигаемся? Что нам мешает? Надо посмотреть, что же тебе мешает, что тебя останавливает, да? Какие там грабли лежат на твоей дороге, уже пора расчистить свой путь, пора убрать это все. Слава Богу! Потому что когда мы запутываемся, написано, мы попадаем в сети греха, мы останавливаемся. И Он говорит, мы будем терпеливо, с терпением и упорством двигаться. Аллилуйя! С терпением и как? И с упорством. И вот еще один перевод я хочу прочитать. Не отводите своего взора от Иисуса, который ведет нас за собой, вере нашей, делает все совершенной. Ради радости, ожидавшего, Иисус принял смерть на кресте, призрев позор распятия. И теперь занял свое место по правой руке от престола. Подумайте о Христе, который вытерпел такое поругание со стороны грешников ради того, чтобы вы не ослабели духом. Аминь. Для кого это сделал Господь Иисус? Чтобы нас вдохновлять. Аминь. Чтобы мы смотрели на Него и вдохновлялись. И вдохновлялись. И вдохновлялись. Потому что часто, что в глазах мира кажется позором, в глазах Бога кажется смирением. Кажется победой. И поэтому можно было бы Иисусу сказать, что я буду позориться на кресте перед всеми раздетой, висеть, мне еще и бить будут и так далее. Но Он знал, ради чего Он это делает. Он узнал, на что Он идет. Он видел эту великую цель. И поэтому Писание говорит, что мы вдохновляемся, когда мы смотрим на Иисуса. Мы смотрим на крест. И Бог говорит, что и твоя мечта исполнится через крест. Аминь. И твоя победа придет через крест. Потому что Он так и сказал на мысль, что если ты хочешь идти за мной, ты должен взять свой крест. Ты не должен останавливаться. Но ты должен двигаться. Аминь. И поэтому Бог говорит, я всем даю мечту. Я всем даю веру. Поэтому мы смотрим на Авраама, мы смотрим на дорогих героев, у которых была эта вера, была эта мечта. И они не сдавались. Они не останавливались. Написано, что верой и долготерпением мы наследуем Божье обетование. Чего многим не хватает. Веры не хватает. И еще чего не хватает. Терпения не хватает. И в результате мы не наследуем того, что мы должны были наследовать. Но написано, но Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Насыщает благами желание твое. Обновляется подобно орлу юность твоя. Аллилуйя. Вот о чем мечтает Бог. Вот Он мечтает, чтобы это было в твоей жизни. Аминь. И о чем хочется сказать? Всегда хочется сказать о молитве. О молитве, друзья. Мы все знаем, все верующие знают, что надо молиться. Но, к сожалению, у многих воз и ныне там. И с каждого Нового года они собираются начать новую молитвенную жизнь. Потому что с Нового года всегда надо начать что-то новое. Но остаются на том же уровне. Я вспоминаю историю, когда у нас был пастор Рикардо из Колумбии. И он рассказывал в истории, если вы помните, как он хотел пойти в тренажерный зал. Как он хотел стать получше, покрепче, поздоровее. И вот, говорит, я прихожу после Нового года, зал забит, места нет. Я, говорит, так приуныл, потому что думаю, ну вот собрался, а места нет. Подхожу, говорит, тренер, вот посмотрите, вот, знаете, вот собрался, а народу столько, говорит, вообще негде. Не то, что голову приклонить, пятку поставить негде. И тренер ему говорит, слушай, дорогой, приходи через две недели, тут половины уже не будет. Потому что, ну, опыт его показывал. Многие люди с Нового года полны, значит, бодры, сильны. Но если нет постоянства, если нет терпения, нет финала. Да, не доходит до финала. Я читаю так, чтобы услышать Бога в том, что я читаю. Поэтому, когда я что-то прочитал, я хочу сказать, Господь, я хочу услышать, что ты мне говоришь. Субтитры сделал DimaTorzok